Друзья, добрый день! Сегодня у нас в гостях в открытом диалоге замечательный учитель русского языка и литературы Римма Рапопорт, автор прекрасной книги «Читай, не хочу! Что мешает ребенку полюбить книги». Это один из самых фундаментальных трудов по проблемам детского чтения. Спасибо, Римма, что согласились с нами поговорить. Спасибо большое. Спасибо большое. Для ее изучения в образовательных организациях. Ух, как мы сразу. Значит, я бы не назвала это, конечно, громко прямо исследованиями. Я попросила какое-то количество родителей, вот, собственно, тех людей, их, по-моему, родителей было 150, школьников было где-то 70, и учителей, наверное, примерно столько же. То есть, ну, тут не очень большие выборки, но, тем не менее, вот их я попросила ответить на вопрос. Да, родителей я просила сказать, какие книжки, ну, вот, самые, наверное, важные, которые надо прочитать за время обучения в школе, за время какого-то школьного периода. Детей я спрашивала, какие книжки, как им кажется, подростков. Вот прямо нужно прочитать подростков, потому что они меняют его, да, каким-то образом. А учителей я попросила дать книжки, которые вот тоже важно прочитать, но обязательно не из школьной программы. И получилось действительно, что родители посоветовали в том числе Библию. По-моему, это советовало совсем немного людей, может, даже какой-то, ну, не единичный, да, но буквально их несколько, наверное, было. Что касается меня, мне сложно, да, рассуждать об этом, поскольку я человек, отучившийся в 6,5 лет в религиозной школе. То есть у меня просто был предмет, вот не как у детей сейчас основы, да, религия. У меня был прям предмет традиции, еще несколько предметов с этим связаны. И мы читали прям на уроках, ну, да, мы читали только пятикнижие и его анализировали. И для меня это какая-то на самом деле норма. Что касается того, как это происходит в школе, я так понимаю, сейчас это у нас в основном либо обязательно происходит в начальной школе на вот этом специальном предмете, либо это происходит, ну, там, правда, можно выбирать, либо это происходит уже в средней и старшей школе, если учитель литературы сам захочет, да, как-то внести это в общее обсуждение при изучении каких-то текстов. Ну, странно, если, например, мы не будем совсем говорить о Библии, проходя там преступление и наказание. Конечно, эти тексты просто возникают как вспомогательные в культуре. Мне кажется, что было бы здорово читать не то, чтобы отдельным предметом точно нет в общеобразовательной школе, но вот исследовать разные религии, читать о них и знать в целом, ну, вот, что написано в Библии, как такой основные какие-то сюжеты, было бы здорово, потому что я часто оказываюсь в ситуации, когда мне в классе надо, чтобы дети считали, как-то поняли какой-то библейский сюжет, а они его не считывают и не знают. И от этого они хуже понимают просто текст, который, например, входит в школьную программу. Конечно, было бы намного удобнее, если бы какая-то часть общего развития это у них было. Но и если говорить о Библии вообще как о тексте, это очень интересный сам по себе текст, он трудный, он требует анализа, можно анализировать не только сам текст, но и комментарии к нему, как вот делали с нами в школе. И когда я была маленькая, там, в пятом классе, у меня традиции был один из любимых предметов, потому что, на самом деле, это была такая литература 2.0. Мы тоже там читали книжку и ее анализировали. И в этом смысле это, конечно, ну, может быть, как работа именно с текстом, с одной стороны, очень полезная, как анализ текста, и как такая основа основ в плане понимания каких-то сюжетов общих культурных. Поэтому я совершенно не против этого, но я против того, чтобы в светской школе это делалось с религиозным уклоном. Вот это, мне кажется, неправильно. Какой сюжет вам, с каким сюжетом вам приходится сталкиваться чаще всего? Вот вы сказали, что школьники должны понять какой-то сюжет. Какой из них вам попадается? Я не могу сказать, что какой-то попадается чаще всего, но, например, абсолютно точно, да, мы говорим там, когда читаем станционного смотрителя, мы говорим о притче о блудном сыне. Неизбежно, если ребенок совсем ее не знает, да, то к этому приходится возвращаться. И таких примеров, на самом деле, много. Я помню, ну, часто еще хочется привести какой-то пример, да даже элементарный, когда начинаешь говорить, если честно, про Адама и Еву, да, про древо познания. Это не всегда вызывает отклик. Вот, и хотелось бы, чтобы вызывало, но чтобы просто на одном языке говорить. То есть я не говорю о том, что катастрофа, дети не знают, сейчас мы все умрем. Конечно, нет. То есть это нормально абсолютно, если мы заметили, что они не знают, вообще самое нормальное их не стыдить, а им об этом тут же рассказать, что я и делаю. Но было бы здорово, если бы этот контекст как-то вот вводился, конечно. В разделе «Где обитает детское чтение» вы приводите издательства, замечательные детские издательства, «Самокат», «Поляндрия», «Белая ворона», «Бумкнига», «Компасгид», «Розовый жираф». И поступил такой вопрос там. Вы поставили бы туда издательство «Никея» и издательство «Клевер», например, в число вот этих крупных издательств по детски. А первое, какое было немножко связь? Первое – «Самокат», если я не ошибаюсь. Не-не-не, из тех, которые вот вы спрашиваете, поставила бы… А, «Никея», 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 «Никея». Ага, вот, я сразу скажу, поскольку, да, честно, чтобы быть, что я вот точно не эксперт в детских издательствах. То есть я понимаю, что есть книжные блогеры, например, которые точно в этом хорошо разбираются, а я, честно говоря, в этом разбираюсь. Ну, вот, как мама, да, как обыватель, не как учитель даже. Потому что, в общем, я сталкиваюсь чаще всего с издательствами детскими, как мама, как человек, который приходит покупать книжки своему ребенку. Ну, есть какие-то книжки, конечно, которые я и с детьми обсуждаю, но, тем не менее, ну, в школе, в смысле. Но основное, да, это именно вот такое обывательское. И первое издательство, честно говоря, я с ним, мне кажется, даже не сталкивалась. А второе, клевер, я сталкивалась с обучающими, мне кажется, книжками. То есть там, мне кажется, что если я вот сейчас сбегу искать, то я не сбегу, но, кажется, у меня был букварь от клевера и какие-то энциклопедии такие совсем малышковые от клевера у меня были. И что касается энциклопедий, то они мне понравились. Что касается букваря, мне кажется, надо будет потом внести какой-то апдейт, когда я точно проверю, чтобы я не обвинила издательство, да, если это было не оно. Ну, то в букваре я обнаружила немножко таких, каких-то сексистских штампов, вот, что меня чуть-чуть расстроило. Хотелось бы, чтобы, конечно, дети этого еще на этапе букваря хотя бы не видели. У них еще будет прям много времени, чтобы с этим столкнуться. Вот, а энциклопедии там очень симпатичные, вот какие-то объясняющие, что такое гигиена, как ухаживать за здоровьем. Прямо моя дочка там часть правши обожает. Скажите, пожалуйста, вы отмечаете, что вот в одном из разделов на вопрос, какой формат работы на литературе запомнился ученикам как интересный, вы отмечаете, что это была групповая работа. Как вы сами относитесь к этому? И действительно ли помогает вот такой формат взаимодействия при изучении текстов? Я отношусь великолепно. Он, конечно, помогает. Но я писала в книжке, да, и всегда об этом говорю учителям, например, с которыми работаю, да, которых я учу, что групповая работа — это прям сложный путь. Он сложный и вначале грустный. То есть это что-то очень полезное и очень важное, потому что это возможность детей поговорить друг с другом. И в этот момент, когда они разговаривают друг с другом, они на самом деле больше читателей, чем ученики. Они более свободные. Потому что они разговаривают не вертикально, вот есть фронтально-вертикально, да, вот есть учители, они со мной разговаривают. Друг с другом разговаривать на уроке. Не с тобой, а друг с другом. Вот ты оказываешься... К сожалению, что получается, учитель такой центр, и дети готовы разговаривать с ним. Если вы придете практически на любой урок, где, допустим, дети доклад какой-нибудь делали, и вы будете смотреть на этот доклад, ребенок будет рассказывать учителю. Он не рассказывает остальным детям. Поэтому, например, когда у меня дети что-нибудь вот перед всеми презентуют, я ухожу в конец класса, встаю где-нибудь там сзади, чтобы он смотрел не в бок, вот где мой стол, а смотрел на всех сразу и учился взаимодействовать не только со мной, а с другими тоже. И это большая проблема. И групповая работа, она нам помогает отвлечь ребенка от учителя, уйти из вот этой системы исключительно вертикального взаимодействия, сделать ребенка более самостоятельным, научить его более свободно говорить, научить его давать обратную связь своим сверстникам. Это все, мне кажется, категорически важным. Что здесь сложного? Чтобы отправить детей в групповую работу, нам надо им доверять, во-первых. То есть нам не надо все время параноидально думать, что, боже, если сейчас я сдвину центр с себя, они сядут в группе и будут заниматься своими делами. Может быть, они и будут заниматься своими делами, это тоже уже задача учителя это регулировать, но, конечно, очень важно от групповой работы не отказываться из-за того, что есть вот эти наши страхи. Но, конечно, групповая работа — это шумно. То есть если мы начинаем работать, исходя из такого стереотипа, что в классе должно быть тихо, то групповая работа нам все испортит, потому что когда люди друг с другом разговаривают, а когда людей 30, и они разговаривают по группам одновременно, точно будет шумно. И наша задача — это пережить. И, может быть, первое время будет неконструктивно, потому что фронтально быстрее. А почему фронтально быстрее? Потому что у вас будет сидеть в классе три человека или пять человек, которые лучше других соображают, и они быстро на все ваши вопросы ответят, но остальные так и останутся не включенными. А вот в момент, когда мы поделились на группы, включенными, оказывается, гораздо больше людей. Вот. И это... Ну, поэтому это прекрасная возможность, по-моему. Вот вы здесь приводите пример изучения литературы за рубежом и пишете, что в Европе и США словесность не дробится на язык и литературу. То есть все объединено в один предмет. Как вы считаете, почему в России по-другому и стоит ли нам перенять этот зарубежный опыт? Ох, это для меня, честно говоря, сложный вопрос. Я сама периодически, вот, читая, например, про зарубежный опыт, думаю, хотела бы я так или не хотела бы я так. Но вот наша школьная традиция сложилась таким образом, что у нас, да, грамматика, русский язык изучается отдельно, литература изучается отдельно. Мне кажется, что это сильно, что это оказывает негативное влияние, наверное, на русский язык, потому что в итоге русский язык изучается на каких-то совсем обрубленных предложениях из художественной литературы, если на малоинтересных. И, в принципе, получается, что язык мы тоже изучаем... Ну вот, да, я даже путаться начала. С другой стороны, смотрите, мы... Примеры, с которыми мы работаем на русском языке, если учебник открыть, они чаще всего все-таки взяты из какой-то литературы. Часто из той же самой, которая в школе проходит. Но там просто все надергано. И это радости русскому языку не делают. То есть русский язык, вообще-то, у нас дети прям сильно не любят. Обычно они его не любят больше, чем литературу. Но мне кажется, что эта проблема в том, что мы русский изучаем, ну, вообще в отрыве от всего, в отрыве от современного русского, в отрыве от каких-то живых процессов в нем. Ну, собственно, то же самое мы можем наблюдать и в литературе. Мы тоже изучаем какой-то определенный костяк произведений, не очень его пополняем. И в отрыве от современного литературного процесса, по крайней мере, тоже находимся. И выходит, что у нас и предметы такие изолированные друг от друга, и изолированы они и от современности какой-то. Но беда в том, я думаю, что если мы сейчас попробуем все смиксовать в том виде, в каком она есть у нас сейчас, то есть если мы вдруг объявим, что у нас нет отдельно предмета русский, отдельно предмет литературы, у нас будет предмет словесности, то в большинстве случаев будет, кажется, еще хуже. Вот. Потому что, да, вот два предмета, которые от всего оторваны, они окажутся еще оторваннее. Вот. И будет грустно. За рубежом все-таки там, да, изучают язык на материале текстов, и там больше пускают современных текстов и больше пускают современной жизни. И там меньше, наверное, вот того историко-литературного подхода, который у нас на литературе есть. У нас же почти вся литература, да, связана с тем, что все-таки вот этой историко-литературной ситуации. Поэтому я понимаю, что ответила я путанно, потому что и вопрос для меня самой сложный. Вот я понимаю, что, наверное, в каком-то лучшем мире было бы хорошо, если бы мы эти предметы объединили и как-то вот смотрели, да, на русский, и на литературу с точки зрения языка. Я, в принципе, на уроках литературы очень часто могу детей попросить там обнаружить, как построено предложение. Да, то есть провести какой-то немножко лингвистический анализ тоже очень часто бывает полезно. Но я убеждена, что если в том виде, в каком сейчас в школе существуют русские литературы, мы их объединим, станет еще хуже. То есть если все пересматривать, то, может быть, в перспективе, если мы вообще все переделаем, можно эти предметы объединить, и будет хорошо. Но это, опять же, надо смотреть на опыт зарубежных коллег и смотреть на нашу почву, попытаться понять, как у нас это могло бы прижиться. Пока у меня ответа нет. У вас в книге есть замечательный панчлайн, ну, такой неожиданный абсолютно поворот. Вот вы пишете, что «Однако в законе нет ни одной нормы, предписывающей обязательное использование каких-либо учебников. Так что федеральный перечень — это ориентир, но школами он воспринимается как директива». Это потрясающее открытие для всех. Скажите, пожалуйста, почему, как вы считаете, никто не приходит вот все-таки к пониманию того, что это все-таки ориентир, а не руководство к действию? Почему никто не решается от него отходить? Во-первых, сложно. Чтобы отойти, это надо что-то сделать. Для меня, для самой в первые годы, например, было это сложно. Это не значит, что я по учебнику работала, но это значит, что, например, я брала программу полностью по учебнику, с ней сверяла. Хотя на самом деле и это не так обязательно. Ну, то есть понятно, что чтобы сделать по-другому, надо думать. А думать сложно, и думать мало кто хочет, и, честно говоря, это требует, ну, определенных компетенций. У меня вот они были точно не сразу. Кроме того, учитель может 300 раз хотеть все поменять, но он сталкивается с взглядами администрации. Администрации совершенно неинтересно выяснять в большинстве случаев, если она не какая-то там творческая. Ей совершенно неинтересно выяснять, ориентир это или так надо. Проще гораздо предоставить, ну, определенный вот как надо набор, да, и чтобы все у нас соответствовало. А когда мы начинаем от чего-то отступать, это уже очень сложно и нехорошо. Ну, да, то есть это просто удобнее администрации. А дальше я слышу миллион случаев, когда учителя, например, хотят вести литературу по учебнику Сухих или по учебнику Архангельского, гораздо более, да, по более осмысленным и интересным учебникам. А им говорят Коровина, только Коровина, да, и они годами не могут просто это поменять, хотя это вообще, ну, необязательная история. И учитель, он, в принципе, у нас не привык интересоваться тем, что ему можно. И я тот же самый учитель, который не привык интересоваться тем, что ему можно. Ну, то есть, ты как-то работаешь и работаешь, а что там, оказывается, еще можно было что-то поменять, а я не знал. И кроме того, ну, у нас правовой вообще истории очень сложно. То есть, мы очень плохо знаем, и я в том числе, где наши права. И, кроме всего этого, ну, не хочется вступать в конфликт с администрацией, страшно вступать в конфликт с администрацией. То есть, ну, вот, причин очень-очень много. И это касается, на самом деле, с литературой все еще неплохо. Ну, то есть, плохо, что мы работаем по определенным учебникам, которые нам вот директивно назначаются, хотя они могут быть нехороши, а решается это как? Решается так, наша школа работает вот по этому учебнику. И все. А дальше ты можешь делать, что хочешь. Ну, большинство просто учителей, насколько я понимаю, да, действительно творческих и как-то глубоко погруженных в свою профессию, они отступают от этого учебника. То есть, может быть, они проходят произведения, которые в учебнике указаны, делают это, конечно, совершенно не по учебнику. А что касается, например, русского языка, вы извините, что я про него, я понимаю, что книжка не про него, но это мне тоже дорого. Так учителей вообще-то заставляют, заводчи, методисты, заставляют пользоваться учебником на уроке. Хотя вообще нигде не написано, что мы обязаны пользоваться учебником на уроке, но учебники русского языка в большинстве своем ужасно скучные, да, поэтому дети и не любят русский язык, что там очень скучные упражнения. Но я прям знаю учителей, которым говорят, а нет, давай-ка у тебя на уроке должно звучать правило из учебника, давай дети должны переписать там упражнения из учебника. Я сама из-за этого уволилась из первой школы, где работала. Ну то есть, да, хотя на самом деле мы должны просто соотносить программу, которую мы проходим, с примерной образовательной программой. И да, даже, ну вот для тех, кто книжку не читал и может быть и не прочитает, это важно, чтобы учителя это услышали, даже внутри примерной образовательной программы есть лазейки, мы можем что-то выбирать, а что-то не выбирать. И мы просто должны соответствовать примерной этой программе. Мы не должны делать, вот вообще учебником не обязательно пользоваться. Нигде не написано, что вы обязаны пользоваться учебником. Нет такого. У вас есть замечательный фрагмент про книгу Тарас Бульба. Встреча с этим абсолютно не детским текстом все же предстоит у большинства российских школьников, честно говоря, я сама в детстве читала его через силу. Скажите, пожалуйста, нужен ли Тарас Бульба в седьмом классе, в шестом вообще, нужна ли эта книга, насколько она актуальна и в чем ее сверхзадача, если так можно сказать? Ну, я бы не говорила, может быть, о сверхзадаче, потому что, кажется, когда мы говорим о сверхзадаче, мы начинаем воспринимать литературу как что-то такое воспитательное. Очень бы хотелось от этого, наверное, отойти. Вот. Мне кажется, что для меня что прекрасного есть в этой книжке, но важно понимать, что со мной это прекрасное по поводу этой книжки случилось после 20 лет, то есть после окончания и школы, и института. Я первый раз пришла от нее в восторг, когда первый раз работала в седьмом классе, потому что я прочитала и оказалось, что это так красиво, что это такой потрясающий язык, что это, ну, какие-то такие болезненные, ну, такая трудная боль, да, когда читаешь, которая порождает особое какое-то эстетическое впечатление. Вот это то, что для меня Тарас Бульба. Что касается детей, мне кажется, что очень актуальное и важное сейчас история для детей, особенно в свете, ну, вот, всего, что вокруг них сейчас происходит. Посмотреть на то, что такое родовой строй, на эту клановость, на то, что бывает с человеком, когда он выделяется, да, как личность, когда он выбирает человеческое в себе, да, когда он встает перед этим конфликтом. Я думаю, что для многих это сейчас такой серьезный вопрос, и для взрослых тоже, мне кажется, взрослым тоже хорошо перечитать, всем, кто сейчас ссорится с родителями своими про политику. Вот. Наверное, это все вопрос мне кажется, я понимаю, почему он в программе, наверное, там, потому что нам надо научиться говорить о таком эпическом произведении, потому что мы, да, потому что это, по сути, свои эпос, а мы только что там проходили Илиаду, например, примерно в этих классах. Тут задача вроде бы понятна, но в то же время, кажется, это требует чуть больше осознанности, то есть, ну, хотя бы восьмой, класс, мне кажется, вот там бы было актуальнее, просто по возрасту. И я скажу, что то, что мне в школе казалось мучительно затянутым, я там, я прям помню, как я лежу и умираю над этим описанием природы, это то, что сейчас мне кажется самым прекрасным вообще вот в этом же тексте. И, пожалуй, этот текст очень опасный. Он опасен тем, что, если мы начнем вот рассматривать его как какой-то моральный ориентир, если мы начнем занимать чьи-то позиции и настаивать на том, чтобы дети эти позиции занимали, если мы начнем изучать этот текст как патриотический, если мы начнем, в общем, так недвусмысленно намекать детям, что быть Андреем нехорошо, а быть Остапом очень правильно, вот это вот, вот тогда лучше никогда его не изучать, лучше его просто не касаться. А если мы дадим детям возможность самим увидеть все эти столкновения, это будет важно. Ну, кроме того, сейчас интересно на все это посмотреть с точки зрения еще роли женщины в обществе, это тоже актуальная история, потому что мой любимый вопрос Тарасу Бульби детям, я всегда спрашиваю, как зовут мать Андрея А вот и Остапа, а не как ее назовут, да, и это тоже такой, ну, важный современный момент на самом деле, но это то произведение просто, которое надо очень осторожно проходить и очень хорошо понимать, что ты делаешь. У вас еще один есть замечательный, спасибо, у вас еще один есть замечательный панчлайн про ЕГЭ, когда вы говорите, что за время ЕГЭ чудовищно упростилось восприятие художественного текста, это как раз то, о чем вы говорили, может быть и относительно к произведению Тараса Бульба. Скажите, пожалуйста, вы даже здесь приводите определение, что ЕГЭ по-русскому превратился в парад слабенькой публицистики на морально-этические темы. Скажите, насколько это действительно приобрело критические масштабы и с какими яркими примерами в этом плане вы сталкиваетесь в плане упрощенного восприятия текста? Сталкиваюсь с тем, что дети хотят найти в любом тексте проблему, что даже очень хорошо соображающие дети пишут какое-нибудь эссе и у них там есть проблемы, и они пытаются найти позицию автора, то есть вместо того, чтобы разбираться, как будто мы дали какой-то шаблон, по которому разбирается любой текст, это вообще так не работает. Ну и обычно так работает все-таки публицистический текст, с ним так можно, с художественным текстом так не надо, а дети, художественный текст пытаются воспринимать именно так, они уже его разбирают на уровне того, что тут такая-то проблема, тут такая-то проблема, а там не только на проблемно-сюжетном каком-то уровне существует текст, так мы бы только обозначали, какой конфликт в тексте есть, а шли бы дальше следующий проходить. Вот, кроме того, это чудовищно упрощает вот какое понимание. Есть такой термин в литературоведении как точка зрения, и мы как будто бы все время заявляем, что вот все тут позиция автора, и дети начинают путать, где точка зрения автора, а где точка зрения героя, например, которая не совпадает с точкой зрения автора, они не различают автора и рассказчика, они не различают поэта и лирического героя, и это вечная проблема, очень сложно детям объяснить, что лирический герой или лирический субъект в стихотворении, например, это не сам поэт. И вот ЕГЭ, оно приходит и говорит, котик, найди-ка везде авторскую позицию. Котик идет, и после этого везде находят авторскую позицию, и это, ну, здоровый литературоведческий подход, здоровый анализ даже. А я это вижу, допустим, когда я приезжаю работать в Сириус на литературное творчество с одаренными детьми, а они тоже так начинают воспринимать. Я им говорю, ребят, так вообще нельзя. Они говорят, а что, она нас так учат? Я им говорю, подождите, это вас так учат для ЕГЭ, вот ЕГЭ отдельно, а художественный текст и то, как мы его воспринимаем и анализируем, это отдельно, это разные вещи. Говорят, ууу, а что это нас учили только этому последние два-три года? И да, и они оказываются так немножко вот в каком-то разочаровании разбитого корыта. То есть, что они научились определенному шаблону и научились воспринимать через призму этого шаблона, а оказывается, это вот не вся литература и не весь язык так устроен, а это только маленькая часть одного формата экзаменационного, который никогда больше не встретится им в жизни. И поэтому, да, на мой взгляд, последствия они разрушительные. Да, серьезно. У вас еще есть один потрясающий, потрясающая находка в книге, вот замечательная совершенно цитата, «Я бросала книги, но вместо облегчения ощущала тяжесть своей читательской несостоятельности. Вот если бы тогда кто-нибудь сказал мне маленькой, что не дочитывать нормально». Это потрясающая находка. Нормально не дочитывать и нормально делать в книгах пометки. Что бы вы хотели сейчас, сказать в этом плане, может быть, учителям или школьникам. Ведь действительно, если не читается, то, может быть, и правда лучше отложить. Это же нормально. Почему никто к этому не может прийти? Почему, а если и может прийти, то только значительно позже обучения. Почему это такая сложная истина, хотя она очень простая? Это даже и совершенно не моя находка, конечно, это было еще в правилах, не в правилах, по-моему, забыла, как называется, то ли свод правил, то ли какие-то вот у Пинака, который тоже написал, не тоже, а просто который написал прекрасную книжку, освобождающую, мне кажется, и читателей, и учителей от многих каких-то стигм и стереотипов, связанных с чтением, и право не дочитывать, там, конечно, числится. И оно, наверное, очень важно. Это не значит, что я не ругаю себя за каждую не дочитанную книжку, это значит, что я все еще ругаю и очень из-за этого опять же расстраиваюсь. Но я думаю, что важно разрешить ребенку в школе не дочитывать, это сложно. Я сама не очень радуюсь, когда ко мне приходят дети, которые текст не прочитали, мне с ними сложнее работать, чем с детьми, которые текст прочитали. Но в то же время, вообще-то моя задача как учителя, если ребенок текст не прочитал, за время, которое мы этот текст изучаем, его, ну, в хорошем смысле слова, этим текстом соблазнить, чтобы ему захотелось его прочитать к концу изучения или вообще когда-нибудь. Может быть, чтобы он помнил потом следующие 10-20 лет, что вот мы классно поговорили о каком-то тексте, его есть смысл еще прочитать. Если же мы категорически запрещаем не дочитывать, это не значит, что дети не будут не дочитывать, они все равно будут. Но просто они при этом это все будет смешиваться с таким чувством вины, с чем-то неприятным, и, может быть, они к текстам просто и не вернутся потом. Мне кажется, ну, взрослого человека пойди заставь дочитать, если ему совсем не хочется. А почему ребенка мы заставляем? Мне кажется, тут очень важно в этот момент думать о том, чего мы хотим. Мы хотим результата здесь и сейчас. А в чем этот результат? О том, что он прочитал, и вот у него была галочка, что он прочитал, так а если он ничего не понял, если для него этот текст не был значимым, и какой смысл, что он его прочитал? Пускай лучше у него останутся какие-то хорошие, приятные, важные впечатления, связанные с изучением этого текста, даже если он его не читал. А потом он захочет к этому вернуться. Но это вот большая такая история о том, какого результата мы хотим. Потому что, если мы хотим человек, который в перспективе читает вообще и готов возвращаться к тому, что в школе изучал, это одно. Если мы хотим, чтобы здесь и сейчас, это другое, но тогда в долгосрочной перспективе мы проигрываем. Да. У вас есть замечательное тоже наблюдение по поводу вредных книг, которые могут, вернее, про книги, которые могут нанести вред, если они прочитаны не вовремя и отрефлексированы в одиночестве. Скажите, пожалуйста, какие книги вы прочитали не вовремя? Вы, по-моему, здесь приводите «Прощай оружие» и «Москва петушки». Может быть, я ошибся, и тем не менее, есть ли книги, которые прочитали не вовремя, которые вы прочитали не вовремя, или, может быть, вы видели это у других? Такой пример, когда несвоевременно прочитанная книга, она влияет плохо или вообще никак не влияет? Я видела и у себя, и у других. Я очень радовалась, например, увидев, когда моя ученица прочитала какую-то книгу и как будто отторжение такое к ней почувствовала, я подумала, здорово, вот человек умеет выставить рамки и понять, что книжка ему, например, сейчас не подходит. А у меня с этими рамками было не очень. Я читала просто, вот что дома было, то я и читала. У меня очень большая библиотека у родителей. И до чего дотягивалась, что находила, то читала. И я читала действительно, ну, например, очень много какой-то зарубежной литературы 20 века, постмодерна. Я читала в возрасте там 13, 14, 15 лет. И получилось, что многие книжки, как будто подростковые, они, ну, вот я проскочила их, а читала вот такие всякие сложные. И поскольку ты погружаешься, ну, в абсолютно взрослый мир, на самом деле, к тебе пока что еще отношения не имеющие, ты впадаешь в такой соблазн начать, собственно, и жить категориями этого взрослого мира. Это не всегда плохо. Это не значит, что я считаю, что надо сейчас у всех детей кавку отобрать, по рукам им надавать и выдать им нормальный янкедалк. Нет. Просто здорово, если ребенок не растет, как сорняк в этом смысле. Опять же, это не значит, что надо прийти и начать с ним обсуждать. А вот что ты читаешь? А расскажи мне? А что ты там чувствуешь по этому поводу? А вот я сейчас покопаюсь. Подростка тоже иногда надо и не иногда, а часто оставить в покое. Но немножко представлять, что с ребенком происходит, немножко, может быть, давать ему ключи какие-то, если вы как родитель или как учитель более опытный читатель, было бы хорошо. И у меня были случаи, когда я прочитала какие-то книжки, которые все читали, а я их прочитала поздно, уже взрослые. Я так радовалась, что я их прочитала поздно и взрослые. Ну, этих книжек все еще миллион, которые мне предстоит поздно взрослые прочитать, а все приличные люди уже читали. Но тем не менее. Вот, например, я прочитала тоже в 20 с чем-то лет, наверное, первый раз в жизни портрет Дорина Грея. И я подумала о том, хотя я за то, что больше должна работать у литературы эстетическая ее функция, все-таки какая-то воспитательная, да, вот это влияние, оно есть. Я подумала, какое счастье, что я не встретилась с этой книжкой до 18 лет. Потому что абсолютно точно вот с моим типом личности она могла бы повлиять на меня разрушительно. Но только мне очень важно, чтобы, да, наши слушатели и читатели моей книжки понимали, что при этом у литературы нет такой какой-то невероятной силы, вот что она сейчас придет какая-то книжка к вашему ребенку и он тут же пойдет делать то, что в этой книжке написано. Так тоже это не работает. Но немножечко, да, все-таки мы должны, наверное, в жизни детей тоже участвовать и понимать в формате диалога, что в этой жизни происходит. И поэтому, ну, стоит смотреть, что ребенок читает. Может быть, какую-нибудь Лолиту в 12 лет, например, читать не надо. Понятно. Скажите, пожалуйста, а когда учителя признают за комиксами, графическими романами право называться литературой? Я за всех учителей я не готова ответить, извините. За себя я готова ответить, что я... Это, наверное, не очень мой формат, вот, и я мало, ну, почти не читала, на самом деле, комиксов сама в своей жизни, но в то же время, да, я знакома с, ну, например, с создательством «Бум-книга», с людьми, которые его делают, и мне кажется, что они осознают, что это литература, и очень здорово с этим работают, и действительно у нас создаются какие-то важные и хорошие тексты, тексты, которые являются по совместительству комиксами, и ничего совершенно против этого не имею, и, в общем, ну, если от моих детей, от моих учеников придет запрос с этим работать, я стопроцентно готова с этим работать. Другое вопрос, что я в этом буду, наверное, менее компетентна, чем мои ученики, менее начитана в этой области, чем мои ученики, но я готова исправляться. То есть это ситуация, которая меня не очень пугает, ну, да, значит, я просто пойду тоже читать комикс. Собственно, честно говоря, единственный, может быть, комикс, который вот так вот я читала, был связан именно с тем, что к моим детям приезжал автор этого комикса, и, соответственно, мне надо было прочитать, чтобы иметь возможность с детьми обсудить и понимать, что мы вообще делаем. Это абсолютно ситуация, мне кажется, нормальная. Один, наверное, из заключительных вопросов. Когда в школе проходит какое-то большое произведение, некоторые учителя говорят, пользуясь, может быть, вашим языком котики, завтра у нас тест по войне и миру, по первому тому, потом по второму, по третьему, или потом тест по преступлению и наказанию. Естественно, котики что делают? Они идут, берут краткое содержание, просматривают его и так далее. Как часто вы сталкиваетесь с использованием краткого содержания? И можно ли вот такой вид обратить на пользу при изучении? Ну, во-первых, я никогда не узнаю, как часто, потому что у моих учеников есть своя тоже частая жизнь и свои тайны. Я сама была тем ребенком, который не все по программе читал, мог где-то глянуть иногда краткое содержание, хотя их довольно скучно читать, поэтому я не часто так делала, но бывало и такое. И я могла отвечать на уроки так, что никто не заметит, что я этого не читала. И я уверена, что у меня есть умные ученики, которые не признаются мне, что не читали, и будут замечательно ориентироваться на уроки в моих вопросах, вот на месте, и я не узнаю. То есть объективной статистики у меня нет. Я понимаю, что какие-то произведения читаются в кратком содержании, что наверняка это происходит. Глобально я, конечно, против этого, потому что краткие содержания, написанные ужасным языком, они как раз оставляют от текста сюжет, а текст — это вообще не сюжет в первую очередь. И моя задача на уроке как раз это показать, что текст — это не просто история, не просто сюжет, что он каким-то образом написан, и что можно получать удовольствие от того, как он написан. Когда мы читаем краткое содержание, мы этого удовольствия себя лишаем. Особенно я, в кавычках, люблю краткие содержания, которые пытаются сохранить художественный слог. Вот там просто можно от смеха головой об стену бить. Но в то же время у меня есть опыт, когда я сама в школе читала краткое содержание, не успевая или не желая прочитать программное произведение, и думала, о, интересно. И шла потом, читала целиком. То есть мы никогда не предугадаем, как это сработает. Есть шанс, что ребенок прочитает краткое содержание, получит свою тройку-четверку на уроке и выкинет это все в топку куда-то на задворке своей памяти. А есть шанс, что он подумает, о, вот это интересный сюжет, я, пожалуй, прочитаю. И в таком случае, да пусть хоть краткое содержание, хоть что угодно, лишь бы прочитал. Спасибо вам большое за беседу. Последний вопрос. Обычно там часто приходят учителя русского языка и литературы, и я всегда им задаю такой вопрос. Нравится ли вам Владимир Сорокин? Ох, у меня очень маленький опыт чтения Владимира Сорокина, вот, поэтому я не смогу, например, ответить на вопрос. Я знаю, что там есть, допустим, голубое сало, которое многим противно читать, но я сама его не читала, и я очень по-разному у меня бывает с литературой, которую противно читать. Вот, иногда мне нравится, иногда не нравится. То есть бывают такие грустные истории, когда, например, думаешь, извините, если можно, да, такой коротенький автоп, не про Сорокина, а про противную литературу. Можно? Вот, когда, например, у меня был опыт, что я думала, как бы поинтереснее с детьми поговорить про лесного царя, и увидела, что есть вариации на эту тему у Мамлеева. Но вот дальше я, конечно, ни с каким Мамлеевым к детям не пошла, долго плевалась, но, тем не менее, хоть и плевалась, но полностью рассказ прочитала. Он, конечно, мерзкий. Вот, и это, ну, тоже, на самом деле, интересно, что происходит со мной как с читателем и как с человеком, когда я читаю что-то, даже что мне читать неприятно. Но если вернуться к Сорокину, мой суперкороткий опыт взаимодействия с ним, это «Достоевский трип», маленькая такая пьеса, и вот она меня довольно сильно впечатлила, и она мне понравилась. Более того, я даже писала по ней работу в институте. Ну, и это, правда, было интересно, то есть, по крайней мере, вот этот мой маленький опыт, он был позитивным, и я вот так вот, да, стыдно признаюсь, это, наверное, важная точка, что в конце я стыдно признаюсь, да, что не читала особо много Сорокина, вообще, кроме этого текста, и не читала. Но понимаю, что вроде бы умирать не завтра, если повезет, и возможность у меня еще есть это прочитать, и тот опыт знакомства, который у меня есть, он говорит о том, что вполне возможно, что у меня с этим писателем и сложится. В качестве постскриптума вы начинаете книгу с того, что пишете о том, что в СССР дети читали много, потому что было мало развлечений. А потом акцентируете внимание на том, что они читали, вот, советские дети, не самые лучшие произведения. Можно ли сказать, можно ли таким образом деконструировать миф о Советском Союзе как самой читающей стране? Я не знаю, стоит ли его деконструировать, и мне кажется, что, в принципе, если мы говорим, что это миф, то мы сразу немножко его как будто уже этим и деконструируем. Но я думаю, что вопрос и в том, что развлечений меньше других было, и в том, что на государственном уровне больше этим занимались, и в том, что на самом-то деле еще и очень многие говорят, ну, говорят, да, и там у меня высказываются в книжке учителя, которые застали эти времена, что читали далеко тоже не все. То есть точно так же, как сейчас у нас есть дети, которые сидят и рубятся в Майнкрафт вместо чтения, были дети, которые ходили во двор на гитаре играть. Да, были дети с совершенно другими, тоже интересами. Мне кажется, что вопрос даже не в том, что нужно деконструировать этот миф, а нужно перестать жить прошлым и жить прошлым мифом. Мы как бы вот страдая из-за того, что вот советские дети читали, а нынешние как бы не читают, мы сразу ставим крест на современных детей и разворачиваемся в прошлое. Так давайте повернемся к современным детям, к тому опыту, который у нас есть уже сейчас. Ну, да, а не будем постоянно проживать вот старый опыт, который точно уже не работает. Спасибо вам еще раз. Друзья, это была замечательная Римма Рапопорт, и мы говорили с ней о книге «Читай, не хочу!» «Что мешает ребенку булибить книги». Книга замечательная, ссылка будет на нее в описании, и ссылка на лекцию Римма Рапопорт от русского языка и литературы «Гибким навыкам» тоже будет в описании. Замечательная лекция на ТЭДе. Спасибо, спасибо вам большое. Было очень интересно. Спасибо вам огромное за разговор. Спасибо, друзья. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok